Девушки отдыхают Эдмар Кастанеда О музыке, латиноамериканских ритмах, французских арфах и, конечно, о джазе. Сюжет из Нью-Джерси. Музыка в тайм-ауте. Бизнес-леди, которая еще и поет. Лика Осипова. Премьера первого в ее жизни музыкального клипа. И, как всегда, музыка и наша традиционная викторинка. Он был с детства очарован волшебными звуками арфы. Рожденный в Колумбии Эдмар Кастанеда изучал классическую музыку, но в какой-то момент его перетянул джаз. Молодой музыкант переехала в Соединенные Штаты, где, к своему удивлению, стал безумно популярен. Сюжет из Нью-Джерси. Эдмар Кастанеда – человек мира. И дело вовсе не в том, что он пропутешествовал почти по всей планете. И не в том, что он играет музыку разных народов. А в том, что, по выражению известного кларникиста Пакита де Ривера, Эдмар вынес арфу из тени и переоткрыл ее миру. Впрочем, кто на родине музыканта, не знаком с этим инструментом. Я родом из Колумбии, из Боготы. И я узнал о существовании арфы в 7 лет. Мама привела меня в школу народного танца и музыки. И оказалось, что арфа – это основной национальный инструмент в Колумбии. Я был так удивлен. Вот это да! Сразу пришло ощущение. Я рожден, чтобы играть на арфе. Но я не умел. В 16 лет я переехал в Нью-Йорк к отцу, чтобы познать мир музыки – и народной, и классической, и джазовой. Твой отец ведь арфист и композитор. Да, он еще и пианист. Он большой музыкант и мой главный источник вдохновения. А ты играешь в произведения своего отца? Конечно. Мы часто выступаем вместе. Колумбия – страна множества инструментов. И арфа там на самом деле популярна. Впрочем, наряду с гитарой. Хотя колумбийские ковбои предпочитают все же арфу. Так сложилось исторически. Ковбои танцуют хоропу. Это традиционный, очень активный танец. Хоропа звучит вот так. Мы у тебя дома в окружении пяти или шести арф. Я вижу, что они отличаются друг от друга. Какие вообще существуют виды этого инструмента? Очень много видов. Арфа – это древнейший инструмент. Фортепиано произошло от арфы. На ней играли и в церкви, и в Высшем обществе Парижа. Потом арфа на время ушла в тень. И я сейчас пытаюсь вернуть ей былую популярность. В чем все-таки различие между всеми этими арфами? Это классическая арфа с педалью. Это самый известный вид инструмента. Его все знают по симфоническим оркестрам. Она появилась у меня до этой арфы. Это уже традиционная колумбийская арфа. Она была модернизирована в этот вид инструмента. И ты играешь на всех видах? Нет, нет. Это совершенно разные инструменты. Звучит волшебно, магически. И еще ты смешиваешь стили. Я помню, ты давно мне говорил, что любишь русскую классическую музыку Игоря Стравинского. Игорь Стравинский. Да, да. От Стравинского до Пака де Лючи и Пакита де Риверы так далеко. Все равно, что от Южного полюса до Северного. Я начинал с народной колумбийской музыки, а уже в Нью-Йорке я познал джаз, современную музыку, Стравинского, произведения Пака де Лючи. Меня спрашивают, как ты начинал играть джаз? Все просто. Я слушал больших музыкантов, например, басиста Жака Пасториуса, и старался повторить его стиль, но на своем инструменте. На арфе можно играть все, от джаза и до танго. Когда говорят, что Эдмор Кастанеде – это джазовый музыкант, то это не точность. Эдмор играет все, и даже латиноамериканскую музыку. Эдмор играет все, и джаза и так далее. Как тебя приняла джазовая тусовка Нью-Йорка? Фактически ты прилетел сюда из-за океана и уже стал значительным членом джазового сообщества. Это так удивительно, как сон, слушать известных музыкантов в записях, саксофонистов, пианистов, а потом играть с ними. Пакетто де Ривера, Уинтон Марсалес, Маркус Миллер. Совместные работы очень вдохновляют меня. Арфа хороша для дуэтов. Я просто слышал твои дуэты с Джо Локом, с Хироми, пианисткой из Японии, с Пакетто де Ривера. Кстати, какую роль в твоей жизни сыграл Пакетто де Ривера? Пакетто мой ментор. Он на самом деле во многом помог мне определиться в Нью-Йорке. Он удивительный человек, замечательный друг, который поддерживает творческое развитие и помогает определиться в огромном мире музыки. Пакетто вообще за любой эксперимент. Например, за синтез русской музыки с латиноамериканской. Тебе удалось все-таки сыграть с российскими музыкантами? Я играл со струнным квартетом из Санкт-Петербурга. Квартет и я на арфе. Это был любопытный опыт. Эдмир Кастанеда записал много дисков. Некоторые из них сольные, а некоторые – это совместные работы с другими джазменами. Одна из последних работ – это дуэты со знаменитой японской пианисткой Хироми. Мы записали этот альбом, как говорится, лайв, на джаз-фестивале в Монтре. В течение года мы гастролировали с Хироми по разным странам. Это было очень удачное сотрудничество. Еще я записал дуэтный альбом с музыкантом из Швейцарии по имени Грегор Морет. Он виртуозно играет на губной гармонике. Последний альбом Эдмара называется «Семья». В записи приняла участие супруга арфиста, певица Андрея Тиерра. И, конечно, не обошлось без поддержки сына Замира и маленькой Зеуди, главных ценителей творчества папы и мамы. Веселый и всегда улыбающийся Эдмар Кастанеде мечтает о том, чтобы однажды приехать со всей семьей на церемонию награждения Грэмми и получить одну семейную статуэтку. Ведь самое прочное, что есть у него в жизни – это семья. Да и мечты иногда сбываются. Хочу выразить благодарность тем, кто поддерживает наш уникальный телепроект – программу о хорошей музыке Time Out. И прежде всего, это генеральный спонсор нашего проекта – пионер безлезвенной микрохирургии глаз, офтальмолог доктор Леонард Блей. Только с помощью лазера, без ножа и скальпеля, без следов и боли доктор Блей вернет вам отличное зрение и избавит вас от очков и контактных линз. Сегодня Леонард Блей с коллегами используют процедуру уже пятого или шестого поколения безлезвенных методов коррекции зрения, который называется просто и приятно – смайл. Она также избавит вас от очков и контактных линз. Влад Сирота – член Американской коллегии иммиграционных адвокатов. Это тот человек, который поможет воплотить вашу американскую мечту в реальность. Влад занимается всеми аспектами иммиграционного права – визовой, семейной, судебной и рабочей иммиграции. Сделайте только один звонок в офис Влада Сироты и получите Америку на всю жизнь. Мы остановим боль. Эти слова вам скажут в Институте позвоночника и суставов в Бруклине, который специализируется в лечении боли, восстановлении двигательного аппарата и возвращении в здоровую, радостную жизнь. Доктор Евгений Сорокин и его коллеги поставят точный диагноз и назначат верный курс лечения. Доктора используют новейшие методы лечения без риска и побочных эффектов. Вы забудете про боли в позвоночнике, про головные и мышечные боли, про остеохондроз и радикулит. Здесь знают, как вам помочь. В Калифорнии Лику Осипову не знает только ленивый или кому не повезло, и он никогда не был на ее фирменном мероприятии в конкурсе Miss Russian LA. Лика пробует в жизни все, в том числе и петь. Правда, всерьез к пению бизнес-леди не относится и не считает это началом своей новой карьеры. Хотя, кто знает. Премьера нового клипа в программе Time Out. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты загадал меня у звезд, к моей душе построил мост. Мой мир не прост, но лишь со мной ты растворишься. А сердце взято под арест, и плен твой мне не надоест. Последний рейс ты еще здесь, или мне снишься? Погаснут все огни в объятиях ночи, не будет никаких запятых ноготочий. Погаснут все огни, останемся одни. И нет моей вины, что люблю тебя очень. Погаснут все огни в объятиях ночи, не будет никаких запятых ноготочий. Погаснут все огни, останемся одни И нет моей вины, когда погаснут огни Когда погаснут огни Когда погаснут огни Субтитры создавал DimaTorzok Лезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. Жизнь дается человеку только один раз. И прожить ее в Америке нужно легально. Иммиграционный адвокат Владислав Сирота решает самые сложные проблемы. Получение статуса политического беженца, грин-карты, визы для инвесторов, сдачу экзамена на гражданство. Он оспаривает депортацию, помогает в воссоединении семей и делает все возможное для вашей легализации в США. Главный офис Владислава Сироты расположен в Бруклине. Практика во всех штатах. Остановите боль. Институт позвоночника и суставов в Бруклине специализируется в лечении болей, восстановлении двигательного аппарата и возвращении в здоровую радостную жизнь. Здесь вам поставят точный диагноз и назначат правильный курс лечения. Опытные врачи используют новейшие методы лечения с минимальным риском и побочными эффектами для организма. Вы забудете про боли в позвоночнике и суставах, про головные и мышечные боли, про остеохондроз и радикулит. Мы знаем, как вам помочь. И, наконец, наша традиционная музыкальная викторинка. Но прежде всего, ответ на вопрос предыдущей передачи. Знаменитый скрипач Андрей Рью родился и живет в Голландии. Сейчас вы увидите выступление Чикагского симфонического оркестра под руководством знаменитого дирижера Георга Солти. Вопрос. Чем знаменит, чем прославился дирижер Георг Солти в истории премии Грэмми? Вам нужно прямо сейчас позвонить по знакомому номеру телефона, ответить на вопрос. И первые 10 позвонивших получат приз от нашей программы. Только, пожалуйста, не забудьте назвать ваше имя и контактный номер телефона. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Олег Фриш. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»